Говори своё последнее слово и прощайся с этим миром! Эх, прощай, ВСРП номер один и номер два. Что ещё за ВСРП номер один и два? Ты что, ещё не активировал бонус на ВСРП? Где тебе дадут 500 рублей на донат счёт? ВСРП лучший Дарк РП сервер, и вот почему. Здесь ты можешь стать бандитом. За войну кланов можно заработать реальные бабки. На сервере имеется уникальные машины и система тюнинга с автосалонами. Лови промокод старт на 500 рублей. Ссылка на сервер в описании. Встретимся в игре. Здарова! Так уж выходит, что иногда есть какие-то проходные ролики, которые в массе остальных каких-то разрывных, они должны просто будут повыходить в некоторых количествах. Возможно, это будет один ролик, возможно, два, возможно, три. Это нужно будет перетерпеть до тех пор, пока я не найду какой-то супергодный материал. Этот самый проходной ролик сейчас перед вами. Вкратце расскажу, чем я буду заниматься в этом видео. Я немножечко поиграю на Беброграде, от силы, может быть, минут 18-20, и после этого мы перенесемся на запись стрима, где я стримил то, как я раньше играл в Гаррис Мод, а именно в Дарк РП, 15 в 14 лет. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что ролик называется вот так-то, а на деле я первые 20 минут буду гонять просто на серваке в настоящие дни. Если что, ребята, сервер из первой половины этого ролика Беброград. Это наш сервер по Дарк РП, и я буду очень рад вас видеть там. Немного часто задаваемых вопросов, что это вообще за сервак? Это Дарк РП. Тут нету какой-то фиксированной отыгровки Хард РП, Лайт РП, Медиум и так далее. Мы считаем это полной хуйней, потому что, ну, если челик хочет отыгрывать более такое простое РП, он пойдет отыгрывать простое РП. Если он захочет что-то посерьезнее, то, пожалуйста, флаг в руки. Для этого есть все возможности с технической части, а также по части комьюнити, потому что есть тут некоторые, кто любит поотыгрывать более серьезно. А что по поводу душнил, которые так часто у тебя в роликах мелькают? Тут к ним очень хреновое отношение. Их тут буквально не любят и просто презирают. Поэтому, если какой-то душнил реально находится на серваке, он какое-то время, конечно же, поиграет, конечно же, он кого-то там позасаживает в джайлы, но потом его оперативно забанят администраторы, потому что душнилом у нас не место. Ко всему прочему, раз в месяц гарантированно выходит интересное обновление, которое приурочено к общему лору сервака. Да, он тут есть, и он прикольно, достаточно прописан в группе ВК, когда выходит пост об обнове. Ну, вот вам небольшая вырезка на примере последнего обновления. На фоне недавних усилений госсотрудников, что также было в обновлениях, бандиты и прочий нелегал решили не мириться с этим, а как-то попробовать этому противостоять. И они разобрали стену в бедном районе. Теперь недавно благоустроенный бедный район стал снова криминальным, и ты опять сможешь наткнуться на какого-нибудь микробандита, который захочет твои 5К на пол. А чё в итоге зачем стену-то разбирали? А за стеной, оказывается, есть новая локация, где ты можешь взять интересные квесты и получить уникальные аксессуары за их выполнение. А ещё мы скоро там дропаем бренд Сперма, который вы часто видите у меня на превьюшках. Это будет шапка, а также бронежилет. Если вам и этого мало, чтобы зайти на сервак, то давайте уже тогда с козырей. Я кое с кем поспорил, что вы не сможете добить лимит промокода, который я оставлю в описании. Он, кстати говоря, вводится тогда, когда вы на серваке в консоль. А вот здесь, кстати, места побольше всё-таки для постройки переднего двора. Мэр, можно лицензию на оружие приобрести? Если вы хотите что-то получить, сейчас у нас разбирательство через минуты 2-3 я... Так это ж минутное дело. Ну давайте, 2 500 давайте... Хорошо. Я не могу... Давайте 2 500 быстренько выдаю и... Всё, я передал. Спасибо. Всё, выдал вам. Что вы делаете? А мне... Хуй, говня. Как и любой порядочный бандит, после получения лицензии на оружие, я начал пытаться реализовывать её на все 100%. Если кто-то не понял, я просто пошёл грабить слабых. Вот и всё. Привет. Ну не дёргай двери. Что ты дёргаешь двери? К стене встаньте, оба просто, и всё нормально будет. Не убивай! Всё будет нормально. По 10 тысяч киньте, и всё, я уйду. Что? По 10к скинь. Затем начался комендантский час, и всем надо было разойтись по домам. Технически, стоя на пороге своего дома, просто с открытой дверью, ты не нарушаешь правила комендантского часа. Из-за этого тебя нельзя просто так откинуть в тюрьму, а если откинут, то это будет уже фриарест. Но маньяку в маскировке полицейского нужно было срочно до меня доебаться, просто потому что он так может, и его ничего в этом не ограничивает. И это тоже не беда, потому что вдруг во время диалога я стал лотерейным маньяком. А у него такие же ограничения, как у обычного маньяка. Он может также сопротивляться требованию трёх вооружённых человек. От четырёх и более это уже будет феррп. Ну естественно, мне надо было дверь сюда внутрь открыть. Коттеджи ходят. Ну короче, да, а вот вы ходили вот туда вот, да, вот на внутрь. Ну, вы собирались с премой, внутрь, лучше, желательно внутрь, чтобы мы осмотрели ещё как раз, что в основном происходит. Я не понял, что вы хотите. Боитесь и стоите в проходе. Наверное, что нелегальное, да, в основном, да? Ну, во-первых, поинтересоваться, зачем вы выходили из дома, вот когда вот комендантский час, когда там-то как бы сидеть. Так мне дверь открыть надо вот так вот внутрь. А вы как бы уходите, как бы, чего подожди? Мне надо было дверь вовнутрь открыть. Дверь надо внутрь? Ну да, вот, чтобы она сюда открылась. Так ты же вот так вот тут стоял. Ты же вот тут был. Да-да. Вот тут вот. Я тут не был. Я видел. Я тут не был. Ну-ка стань к рюкзом к сне ближайшей, вон там газа для тебя. У меня бодикамера есть. Мне очень интересно, что это ты так... Как бурёшь нам видит. И сейчас, кстати, мы вызовем ментов, они тебе штраф выдадут за... Боже, лже свидетельца. Понял? Пройди в дом раз, пройди в дом два. Да вот, обыскивай. Мне кажется, что это в той комнате, которая вот... В дом пройти, ты чё, сука? Вот, обыскивай, я стою лицом к стене. Придите, пожалуйста, в дом. Открыл дверь раз, открыл дверь два, открыт дверь и зашёл внутрь. Чем? И контролируй... Не, достань стволу, контролируй его, чтобы он меня не перехуярил в спину. Что ты хочешь? Ты обыскать меня хочешь? Заходи, обыскивай. Нет, ты тоже заходи в дом. Я боюсь, что ты либо сейчас по сьёбам дашь, либо расстреляешь на спину. В наручнике завяжи меня. Ты подозритель. Не знаю, не по-всёбам. Завяжи его, завяжи, я контролирую. Пиздец. Так это, блядь, я первый сказал, всё. Отойдите с прохода, пожалуйста. Он сука проход блокирует, чтобы я не посмотрел. В дом, в дом, в дом зашёл. Вот у него Маник, у него тут, заходи, блядь, давай. В дом зайди. Открывай ФДшки для Маник. У меня нету здесь Маник, заходи, открывай. Дом зайди, два. В дом зайди, три. У меня нету Маник, блядь. Зайди, четыре. Так в наручники меня повяжи, в чём проблема? Зачем ты меня бьёшь? Я не убегаю никуда. Ты не подчиняешься? Мы... Я не пойму, что ты хочешь от меня. Как я могу подчиняться, не понимая того, что ты хочешь? Возьми его, возьми. Я нажми вот возле него. Если бы зажгла бы игру, нужно было бы нажать Е и взять его. Так, просто возьми его под локоть. Зачем ты оружие достал? Потому что ты меня развязал, и оно так всегда достаёт. Всё, заводи его сюда. Так, и... Не, вы представляете, какой пидорас? То есть, он сделал то, что ему надо было по его профессии. Да, он был маньяком, и он поэтому все обязанности на то, чтобы меня шокером в наручники закинуть куда-нибудь, занести в наручниках, он возложил на лоха какого-то, который реально повёлся. Но, он, блядь, сделал то, что ему надо было. Он убил вот этих двоих челиков, меня и этого лоха. И он ещё сверху жалобу, блядь, подаёт. На что ты подаёшь жалобу, вот мне интересно. Да, он как бы ещё не знает, что я был лотерейным маньяком, и у меня был расширенный ФИРРП. Но, тем не менее, будь я обычным гражданским, у которого стандартный ФИРРП от одного вооружённого человека, я бы так же не стал идти на поводу у подобного челика, если бы я такого бы встретил. Можете хоть сто раз меня за ФИРРП забанить в такой ситуации, но я всё равно буду делать точно так же, как делал раньше. Просто потому что... Потому что он просто строчки на ходу выдумывает, лишь бы что-нибудь выкинуть такое, за что можно будет прицепиться самому. Он сам себе создаёт типа причины для того, чтобы докопаться, а это уже отыгрыш в свою сторону. И да, пожалуйста, поймите правильно, у меня был ролик летний на Беброграде, когда я играл за маньяка, и я там в общаге обманул несколько полицейских, чтобы потом просто без свидетелей их по-тихому убрать. Это было продумано от и до, от самого начала, когда я придумал легенду, что на мэра готовятся покушения, и чтобы найти убийцу, нам нужно пройти в общагу и там начать поиски. И до самого конца, когда я сопроводил мэра за город, и там же, всю охрану тоже убрал, и мэра в том числе. Эти ситуации похожи только тем, что в обеих из них маньяку поверили на слово и сделали то, о чём он просил, то, что ему надо было. Но каким образом каждый из этих двух маньяков к этому пришёл, это уже другой вопрос. В летнем ролике маньяк смог подговорить абсолютно весь госаппарат для того, чтобы они ушли за город и увели туда мэра. Будучи обычным полицейским, даже не каким-то СБГ или же прочим. А в этой же ситуации маньяк-долбоёб, который выдумывает для себя факты удобные, чтобы отыграть РП на ёбку в свою сторону. Что он совершил, какие-то законы с ним. Килл получается, это он, вот этот. Я ему, короче, говорю, типа, давай, и уже из дома вот так вот со словом стою, говорю, заходи в дом. Ему вообще похуй. И он говорит, такой, возьми меня в наручники, я типа, вот, и тяни меня, вот. А его гостик, вот этот, который со мной был, он его убьёт шокером, чтобы он начал подчиняться и проследовал в дом. Вообще на это похуй, он продолжает стоять, говорить про то, что, вот, возьми меня там в наручники, возьми меня в наручники, да и отнеси. И, короче, он заебал нас, мы его рядом взяли наручники, занесли в дом, и дальше я их всех положил. Так, и что дальше? Была такая ситуация. Какая ситуация? Что ты хочешь? Как он рассказывает? Ты меня в середине разговора. Ты вот, смотри, вот, ну, смотри, я, короче, тебе несколько раз говорил зайти в дом под оружием, под угрозой оружия, ты вообще на это хуй. Так ещё, вот, мне интересно, смотри, он, когда я говорю, что пройди внутрь дома, я тебя сейчас буду обыскивать, он выходит, короче, он выходит на улицу, становится на пороге, разворачивается спиной к стене порога, закрывает резко дверь и на замок её закрывает. Это вообще адекватно? Но потом, правда, после угрозы оружием всё-таки открыл. Ну, вот само действие, то, что он вместо того, чтобы в дом зайти, вышел, наоборот, из дома, повернулся к стене и резко закрыл дверочку, и ещё и на замок её закрывает. Так, а что такое? Я у себя дома стою, ко мне подбегает полицейский, начинает выдумывать несуществующие факты о том, что я якобы на улицу вышел, за границы своего дома получается. И потом он начинает одну за другой причины разные накидывать, чтобы меня обыскать, то ему нужно меня обыскать, то он выдумывает, что у меня маники есть и прочая фигня, то ему надо, чтобы я домой зашёл, то ему надо меня обыскать на улице. Ну, я тупо не понимаю, что от меня хотят, я говорю, ребят, обыскать хотите, давайте я выйду, обыскиваете, закрываю дверь. Вот, вместо того, чтобы меня обыскать, я стою, никуда не убегаю, меня бьют шокером, ну, я не сопротивляюсь даже никому, ни оружия не достаю, ничего. Меня бьют шокером, я говорю, если вы боитесь, что я убегу, ну, закиньте меня в наручники, и всё, как бы, делов-то. Ему надо было просто кого-то бахнуть, он очень неумело отыграл маньяка, он просто выдумал миллион причин, чтобы меня запутать, чтобы зайти ко мне домой, меня закинули в наручники, занесли домой, и он нас всех убил, вот и всё. Что ему ещё нужно было, я не особо понимаю. РПшка закончилась? Закончилась. Я теперь РП отыграл, отыграл, и никуда не убегал, ничего такого не делал. Ему просто нужно кого-то либо убить, либо засадить. Ты не подчинялся приказам этого разрушения. Каким приказам именно? Вот давай пополучим, первый приказ какой твой был? Лицом к стене встать? Я встал к стене. Я сейчас, я посмотрю тебя, назову все. Да, да, да. Так я тоже был отренным маньяком. Одна целая шестнадцать сотых. Не, 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 я в маскировке был, чё? Я тоже был отренным маньяком, чё-то да. Ты на улице угрожал ему или с дома? Он сначала мне на улице угрожал, потом с дома. Я на улице маскировки полицейского говорю, встаньте лицом к стене. Вроде не говорил, что он внутрь дома прошел. На улице у меня. А еще, кстати, ребят, я, получается, стоял, ну, уже под конец комендантского часа. Уже все, кача закончился, но ему все еще нужно проверить мой дом. Он туда лезет, получается, мне угрожает оружием, чтобы я открыл дверь ему без кача. И чтобы он туда зашел, обыскал что-то. Вместо того, чтобы зайти что-то обыскать, он просто зашел и в тупую стоит мне стволом угрожать, чтобы я тоже сюда. То ему надо было, чтобы я лицом к стене встал, но я встал лицом к стене. Но его это не устроило, ему надо, чтобы я уже точно домой зашел. Я говорю, ну, если вы боитесь, что я убегу куда-то, есть наручники всегда, я не уйду далеко. Забежал, осмотрел, дом у меня пустой, он начинает выдумывать якобы про маники какие-то. Но там нету ничего. Ты понимаешь, что ты маньяк и хотел зайти его в дом и убить? Ну да. Ну да. И еще и гость. Он их и убил. Ну вот, как минимум, в Крофдерпаде есть вообще маньяк. А можно по-другому? Насчет Крофда, пример тебе приведу, чтобы ты понял, почему Крофд. Ты, вот представим, ты маньяк. Ты возьмешь оружие, начнешь угрожать ему где-то там в парке. Вот, иди за мной, иди за мной домой. Не будешь так делать, это не логичник. Ну я же не в парке, было прямо на пороге его дома, и давал ему приказ стать лицом к стене. Я думал, что ты че будешь по-другому месту. Ты ты сделал в доме игроком. Просто до этого, когда я так делал, мне никто ничего не говорил вам, если есть нарушение панды. Прикольно, да, получается. А, ты был лотерейным или? Ты лотерейный маньяк? Да. Ну просто вроде, ты что-то такое говорил. Да. Поэтому твое утверждение о том, что мне было на вас похуй, правильно, да? Если Клеер был вот маньяком, то у него... Ну ты же говорил, что мне там что-то похуй, когда ты ситуацию объяснял. Тыпнули меня на середине ситуации, когда он объясняет. Потом он уже закончил, я половину прослушал, но что меня тут не было. И спрашивает, было такое или нет. Пиздец, как вы жалобы проводите. Вообще ничего не говорил. Что? Ты о чем вообще? Ты меня тэпнул на середине того, как он объясняет ситуацию. Потом меня спрашиваешь, что было, а чего не было. Как я должен понять? Я потом типа отписал в генерации. А, вкратце. Да. Я думал, что он не хадет, что я делал. Что он не дражал тебе с хадетом? Ты выделил такие интересные моменты, видимо, остановишь. Либо прокусал, либо пропустил просто. Я вытянул момент, который может как хир подойти. А то, что он хуйню творил какую-то непонятную, это не под что не подходит? Ну, какую хуйню кучу сейчас. Чел тупую стоит, выдумывает миллиарды причин, чтобы меня заковать в наручники, либо обыскать. Кача уже закончился, он начинает накидывать причины одну за другой. Вот, у тебя, наверное, манипринтеры дома. Вот, что ты тут стоишь. Вот, ты вышел за границей своего дома, хотя я не выходил. Я стою все время на пороге. Потом он говорит, почему это ты вышел из дома, я сейчас вышел, видел. Вышел из дома и обратно быстро туда зашел. Играет, ну, мне надо дверь вовнутрь открыть, чтобы мне удобно было стоять и смотреть по сторонам. Ему это тоже что-то не понравилось. Ну, просто чел до хуйни докапывается, я хочу поиграть спокойно. Так я маньяк, я... Ну, тебя не захватят, я просто зафоярить хотел, что ты зашел на тебя убил. А, ну, прикольно, да. Я могу так делать. Ну, пойду, пожалуйста, я могу тебе вообще придумать, что я у тебя дробовик видел. Но он все равно, видимо, не может так делать в общественных местах угрожать. Тогда наказывает. Это может украл драка? Ну, все. Так подождите же. Так на чем, блядь, расход? Не понял. Да что у тебя нарушение, вот на чем расход. Расход на твоем. А на его ФРРП похуй или что? У меня нет ФРРП, а лотерейный маньяк. Что, похуй, да. Так он лот или не лот? Лотерейный я. Я? Я лотерейный. Не понял, нет. Лот. А у тебя есть доказательства этого? Тебе доказывать что-то? Я стал лотерейным маньяком в прошлой жизни. И умер потом. Вот и все. Как только меня убили, началась опять лотерейная маньяка. Ну, подожди, я гляну. Там вроде пишется, когда убиваются. Меня, к чему, отпадает. Если килов он сделал, если нет, то просто пропадает сразу. Без анимации падения. Нет, вроде что-то я не увидел. Что не увидел? Ты вот меня убил, когда началась лотерейная маньяка. Логично, логично. Она через какое-то время началась. Если он не сделал много килов, то не пишет. Я ноль килов сделал. Он просто пропадает без анимации. Я сделал ноль килов за лотерейного маньяка. Потому что все время, как я был маньяком лотерейным, я с ними стоял, разговаривал. Ну как, разговором это трудно назвать. Он просто пытался свою сторону вот это все отыграть, чтобы чисто минус два сделать. Уйдите с моей территории. Тут залезть можно. Тут залезть можно. Уйдите с моей территории дома. Не могу я, ноги слабы. Уйдите с территории моего дома. Я ноги слабы. Вы оба будете. Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Вот так в дом и дебилом в дом. Ну так, человек территорию моего дома нарушил. Ты тут садок крышнул. Розыск. Понятно. Значит, еще будешь... Познаете за что? Пошли вниз. Ладно, пойдемте, пойдемте. Я пойду. Ай. Сидемте, куда идти? Вот к этому забору вставай. С этим забору вставай. Будь арестованы на максимальный срок. Во-первых, за то, что вы были в новом время качи. Во-вторых, потому что вы... Ну, просто сну, вы сбежались. А вы дверь закройте прямо сейчас. Не старайтесь меня арестовывать за качи. В смысле, за то, что у меня дверь открытая? Да, потому что фактически у вас дверь открытая, значит, не соблюдайте правила комендантского часа. В комендантском часе не сказано, двери закрытыми не держать. Сам комендантский час — это то, когда люди сидят по домам полностью заперты. Я просто дома сижу, все. Это единственное, что требует качи. Я могу вас арестовать? Я вас прошу, давайте... Конечно, вы можете меня арестовать за все, что угодно, но я в данный момент ничего не нарушаю. Но вы как нарушили в прошлом, давайте мы будем друг друга за встречу. В смысле в прошлом? Я вышел, когда человек нарушил... Мы на крыше бегали, это считается нарушением. Так вы понимаете, о чем я говорю? Я сидел дома все время. Вы не должны выходить, вы не должны их. Так вы меня слушать не хотите, зачем тогда со мной общаетесь? Дверь закройте, либо я сейчас арестую вас за то, что вы нарушили. За то, что мне дверь открытая? Серьезно, я дома сижу. Я понимаю, но я вас арестую. У вас в прошлом нарушение есть? Я вас решил, так сказать, оставить. Какое нарушение? Человек ко мне на территорию зашел? Это нарушение. Видите, мы с ним уже разобрались, значит, вы не имеете права выходить на уши. Так, естественно, я сижу у себя дома, оставьте меня в покое, что вам надо? Выйди, выйди, выйди. Чтобы я нарушил правила комендантского часа? Вы уже его нарушили. Вы будете арестованы за это. Выйдите, бегом. Ты издеваешься надо мной? Нет, выйди, выйди. Зачем я дома сижу у себя? Ты вышел на улицу? Я не знаю. Куда он вышел? Это его зона. Он на крыше бегал. Гражданский, а меня слышно? Нет, крыша, это общественное место. Если на место он не может, он не может, он не может, но в любом случае, во время качи он должен сидеть у себя дома, а не ходить по улице и по своему участку. Он хотел меня посадить за то, что у меня дверь открыта. Я понимаю, все, все. Да вообще, вообще. Все, закрывайте дверь. Вы лицом к стене встаньте за 5-3 раз. Ладно, заходи ко мне и остановись. Вы меня оскорбили. К чему это? Хорошо, встал. Оскорбение госслужащего. Ой. Погоди, погоди, не заковывай, не заковывай, погоди. Раскуй, раскуй. Я тебе документы покажу. Ясно. То есть ты еще закрываешь госслужащего, да? Я сказал, ты неадекват. Я тебя не обозвал, именно оскорбил. Это не я, блядь. Как я тебе заделал твою чувство? Как я тебе заделал твою чувство? Ты оскорбился? Ты не разобрался с ситуацией и начал вооружаться. В смысле, я не разобрался с ситуацией? Блядь, пиздец. Я тебе, блядь, просто не имеет права выходить нахуй никуда, понимаете, во время кандидатского часа? Это его двор, Вася, алена, хуй. А, он не здесь, он не во дворе, ходи, он по крыше. По крыше, это он же купил этот дом. Ты мне документы служащего покажи. Ты мне документы служащего покажи. Документы? Хорошо. Вообще неадекватно. У меня вор ко мне домой пробрался, надо. Короче, он в ванной, ванной, ванной. Проходите, сейчас я открою. Я могу оружие достать, чтобы... Нет, он в ванной, он тут. Я могу оружие достать, чтобы он это... Ну, если только реценди имеется, то в принципе, да. Имеется, конечно, но это же защита частной территории. За дверь, сука, что ли? Выходи, блядь! А теперь не совсем плавно мы переходим к тому, как я играл в DarkRP в 15 лет. Не так давно у меня был стрим, который был посвящен целиком и полностью тому, как я смотрел ролики 15-го года. И, конечно же, мы начали с моего самого первого видео по DarkRP. Перед тем, как мы это начнем смотреть, у меня есть несколько просьб. Ребята, если вы тут нашли какое-то нарушение, не нужно, блядь, искать администраторов этого сервака, чтобы подать на меня жалобу. Не надо, сука. Уж извините, но в таких условиях я и записывал. 720p Monic, не особо мощный компьютер и конченый микрофон, который постоянно пищал на записи. Поэтому писки вот эти вот на фоне я никак не смогу убрать, иначе вы просто не будете слышать аудиодорожку, что происходило в ролике. Шум в ушах это... Это шарм, особенно, этих роликов. Артур, я бы покакал на тебя своим смачным кабачком, но в связи с тем, что мои кабачки у тебя я их куплю. Владимир Владимирович, спасибо. Ребят, писк, это из-за таких наушников, блядь, понимаете? Писк, это из-за наушников тех старых. У меня были старые, сука, вот такие тоненькие наушнички Свен и микрофон, который от них идёт. Такая гарнитура. Я как в колл-центре сидел, только играл на Дарк РП. До того, как я снимал, это вообще беспределно. Ты в курсе то, что тебе нельзя превышать цену до 125%, а ты превысил? Ребят, раньше нельзя было большую наценку делать на оружие. Стоите, тут превышать цену до 40% только можно, и всё. Всё, нахуй, вмешался, сразу всех на место поставил. Всё, не больше. Это олегальному продакцию, а нелегальному до 30%. Это Дарк РП, ну, знаете, к примеру, как Санандрос Мультиплеер, Санк, вот это. И тут в Гарри Смоте также сделали сервак под РП. То есть тут, если ты будешь, к примеру, убегать от кого-нибудь, когда тебя будут гравить, это будет назвать хиререрп, то есть ты убегаешь от кого-то. Нахуй я это сижу, объясняю в 15-м году людям, зачем? Я нахуя это делаю? Просто нахуя объясните, блять. Видосы 15-го года. Знаете, сколько он набрал просмотров, ребят? 63 тысячи просмотров накажется баном это уже бан на час на больше либо перманент когда будет ремейк этого видео когда будет ремейк этого видео ну вот сейчас посмотрим и скажу точно ибать зафер рп там выдумал перманент блять час бана но тогда кстати сроки были реально такие серьезные что скачь там я снимал на 720 и моник пятнадцатый год у меня не было нихуя абсолютно только новый комп более-менее появился шо вы спрашиваете шо с качеством это видос 15 года шо вы от него хотите чтобы я в 4k его снимал все которые у тебя есть чтобы деньги ебать что подождите так чувак это ограбление давай все свои деньги 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 давай все которые нахуй я его убил если я его просто захуярил за что не нонорп это тут где тут нонорп фрикил да он деньги блять не отдал пятерочку с него поднялась заметьте два патрона я челу ебнул два выстрела в голову дал он отлетел сейчас у нас что происходит в дарк рп обойму высадил и челу похуй просто абсолютно так так подбирай подбираю подбирай шиза напала с пистолетом базарю и не как бы деньги нужны ну пойди заработай база блять хату вскрыть и батя базу раскидываю бегу за ферр пеппер матч хочешь денег пойди заработай его я с собой с пятнадцатого года бы пообщался stalker stalker шелупой ну норп нахуй как ты его узнал имя вообще 500 человек блять меня вопрос 500 человек смотрят как я смотрю на то как я играл в пятнадцатом году в гаррис мод у меня вопрос создается такой что вы тут хотите такого ладно харь блять неинтересно это хорошо почему скрипач превратился в челу 2011 года снимающий на пентиум машину времени себе купил с донатов арестую просто и пойди там магазин грабят отвлекающий маневр слышишь ребята там грабят магазин варзон нет я не играю так быстро ребят давать по факту сам номер переключаешься в разговоре с р.п. это вы этому пиздюку пятнадцатилетним объясните мне-то уже 23 скоро всем похуй было тогда на защиту все думали что менты их спасут а тут ни хуя нет закройте 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 так скрываемся внимание нахуй все ребята внимание сейчас будет легендарное ограбление так это ограбление чувак давай деньги которые у тебя есть быстро деньги давай сюда быстро но он р.п. у панды нагибатора какой админ ты в р.п. обстановке тебя грабят быстро деньги давай который я искал деньги давай который есть быстро можно давать деньги которые все деньги которые скидывали сюда быстро быстро это не все ребята не все вот теперь все сейчас будут все пошли быстро разделим разделим убегаем мы поняли да 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 мы идем домой вам просто к нам привезли уже было и арестуйте его он к нам ведь потом может быть следующий ребята убегаем домой 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 для меня нерационально потратить такие бабки просто вот на телефон тупо потому что то iphone нет я бы если по iphone брал я бы потратил сотку минимум на хуй мне сотку тратите себя могу полтос потратить на нормальный телефон на долг я чуть-чуть по-другому деньги распределяю поэтому я даже могу имея заработок 500 рублей в неделю как это было в двадцать первом году я могу спокойно выживать и функционировать и даже радоваться жизни хотя радоваться в тот момент было особо нечем вот так вот мы заработали с этого ограбления банка пусть оно с нарушениями 30 тысяч 25 он отдал еще пять с него выпало и того 30 я уже держу в кармане заработанных которые нужно поделить между раз мной два маслиной 3 шелупоню 30 делить на 3 10 тысяч так все отлично делим бабки оснащите 30 тысяч у нас на троих давайте я каждому по 5000 откину суванищу меня не кинули нахуй понимаете я их наебываю по 5000 чтобы они меня не кинули блять пиздец все ребята отлично так стойте сейчас уберите оружие опана а повязали лохая съебался свой маник нашел или где находка сам наверное сюда пришел оставил его запомнил и сделал вид что нашел его опять снова воров было откровенно мало максимально можно было четыре человека иметь а теперь но гангстеры не могли взламывать у них не было ничего для этого абсолютно ломы там покупать ну зачем если есть вор какой-нибудь в каждой не знаю команде у кого-то всегда было по одному вору и они были на вес золота вот я тогда за него и играл а сейчас блять у каждого можно лом купить за 20 рублей и ходить ломать всем двери пиздец все несем 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 я хочу в банк заложить этот маник в банк который я ограбил да понимаете то можно внимание все положили пожалуйста можно пожалуйста маник на сохранение ребят пожалуйста выйдите внимание мой нужно медик что ты сделал коп ты дурак что-то сделал зачем ты уничтожил мой маник я на тебя рез под я на тебя понижение дам как бы другими словами говорил да да и что нет причина понижения привет скинь музыку в вк или тг канале . уже три раз прошу вк по чекам спасибо ребят голосуйте все за просто так уничтожение маника без причины блять я даже не знаю правда смысл типа себя дефать из пятнадцатого года с одной стороны да там маник был его задача манике уничтожать с другой стороны я же ясно говорил о том то что я хочу в банк заложить зачем он типа ломает и для голосуйте все за просто так уничтожил маник который деньги тоже мог принести я хотел сохранить это нелегально а что именно нелегально такой пожаловался вот так я и жаловался ребят чтобы уволили его уволили нахуй ребята да стал гражданином был понижен туда его все уже давно уже все обокрали сломали грабители а кто из них был не знаете по грабитель актер нахуй все равно всеми ртой какая разница да мне просто интересно вдруг найду я понижаю возьми раз ты арестовал человека у которого лицензии нет но он разъезжал тут с оружием в руках на виду всем нахуй это сейчас рассказываю его арестовал и он от тебя хочет просто подать этот фридомут я не ослышался нет ты его арестовал и он от тебя хочет просто подать этот фридомут 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 как и сейчас привычка все рассказать ябнер на преподавателем был бы а за что меня понизили что он убегал причина фридомут причина понижения фридомут блять понижают по рп причине там не знаю но мент с тобой плохо обращается фридомут подождите подождите меня фридомут почему меня фридомут кто фридомут ну блять я еще в локальный чат пишу ну пишу так чтобы увидели люди поблизости админ тп попробуем там же стопроцентный вариант через чат был блять нелегал имеет право забивать мэра ломом ответьте на вопрос в чате пожалуйста на аватарке цири стоят сука в смысле а что проблемы какие-то кто не дрочил на цири в пятнадцатом году блять признавайтесь а нахуй кто не разряжал стволы на нее в пятнадцатом году расскажет мне еще ну так я тебе сделаю задание на наем задание на наем ясно вам сука не будет он грабить я найму у тебя сделаю заказ мы его сначала грабим потом ты его убьешь и ты деньги еще получишь разаристуйте нас а ну ё-моё нас ни за что разрисовали и далее фридомут сука тут что ни фраза там блять мем какой-то разаристуйте нас пожалуйста нас ни за что разрисовали и дали нам фридомут вот они те самые трое невинных бандитов блять которые ничего не сделали просто на спавне стояли и их сразу же с порога взяли арестную да еще и фридомутнули сука теперь я постоянно их таких же челиков вижу сам за решеткой и слушаю те же самые истории вот чтобы камеру давайте четвером отойдемся в камеру ребят камеру пишите мне и мы будем как его называют пытаться грабить продуктовый магазин попробуем убить меня как вам такая идея карьерный рост блять карьерный рост мужики фиксируйте мы сначала идем от футболем продуктовый магазин потом мы идем уже убивать мэра блять зевая еще с челиком пытаюсь заговорить сука аж самому зевать захотелось вот оно полное погружение когда летсплейщика ты эмоции чувствуешь сразу же передается попробуем просто так на время новоселье наглядно паркур это твоя как же мыши через окно и башу кулаками блять отлично быстро дорога домой дам бойсту дай у меня фридемоут блять типа не меня за фридемоут а у меня типа я его за фридемоут ну пиздец все я стал вором наконец-то да представляешь ебать на воре ломаются двери если ты подходишь к ним слог пиком ты меня помилил козел просто так ну бывает это жизнь ты меня просто манник сломал которыми деньги мог приносить нормально я хотел его засейвить мне все равно что это твоя работа ясно нахуй все равно что это твоя работа объяснение причины туда сломал мой манник хотя мог бы просто хотя бы что-то сказать перед тем как это сделать а ты сам вообще видел то что я его нес в банк чтобы там засейс хавал нахуй и без единого мата вы понимаете нет вот какие чудеса творят когда мама со скалкой сзади тебя стоит пока так что тут ты не прав а не я понятно нахуй тут ты не прав а не я представляете без единого мата ноль мата ну это жизни бать даже сейчас я не могу так сказать руки опустил видос включил позвони соло у тебя есть права интересно смысле меня арестовали понимаете за то что у меня нелегальная деятельность а какая нелегальная деятельность я в 15 лет но в 14 я не понял я просто человека хотел обворовать на оружие которое у него было смысле ну я на правильном пути открыть написать вот чат нахуя телепорт вбиваю кому-то я думал уже ну два слэша будет дальше уже сообщение ну хотя бы туда телепорт